А ну иди сюда, а калитка тебя на воротник не пустила. Да я прокурору уже пообещал, что мы запустимся сегодня. Как ты не понимаешь? Нельзя больше переносить, Игорь, ну нельзя. Антон, вот скажи мне, что ты видишь? Дом, который опять потеряю, если мы не запустим сайт сегодня. Вот что я вижу. Ты видишь, поместье создано с безупречным вкусом. High quality. Как и наш продукт. Скажи инвестору, все готово. Ну, просто пока не безупречны. Прямо вот так вот и сказать, да, что мы за прокурорские бабки у нас тут, ну, пока не безупречны. Ну, хочешь, я ему объясню? Не надо, не... Он твоим вот этим, посмотри, что ты видишь, нифига не проникнется. У него в душевной организации двузубые вилки. Ладно. Сам разберусь. А что это такое? Кажется, я знаю, что. Да не, это не Леха. Бутылка не распечатана, не его почерк. Ну, а что, портвейн с тобой открою? Ну, хлопнем. Что ты обижаешь-то меня, что у меня коллекционный? Ну, конечно. Да. Давай, я жду тебя. Жду, очень жду. А разве Игорь не останется у нас на завтрак? Нет, не останется. Пусть работает. Я что-то не пойму. А что за странный интерес к этой особе? Это обычная вежливость. О, я очень рад, что я не вспомнила. А теперь нужна необычная. Накрой, пожалуйста, в кабинете стол, там все по высшему разряду. Ну, ты знаешь, красиво. Как скажете, Антон Павлович, по самому высшему? И даже лучше, Полина Сергеевна, потому что я сейчас буду объяснять прокурору, почему сегодня не откроется то, во что он вложил очень много денег. Потому что у нас все небезупречно. Антончик, скажи правду. Сядешь ты один или все вместе? Директор Алексеевич, ну, пожар, вы... Ну, вы как хотите, а я на всякий пожарный буду отъедаться. За воровство сыра и колбасы помещаешься в канцер. Ну, что, ты готов? К чему? Ну, я, возможно, тебя удивлю, но тут есть традиция с тебя тех, кого застали в аудитории с девушкой. Поверь моему опыту, готовься. О, Данечка, привет. Герой-любовник. Кто из преподов следующий? Не твое дело. Да, сэр, сэр. А что, пора? Разве не здесь? Так отменили. Англичанка, говорят, уволилась. Как уволилась? Ты у нее сам спроси. На ушко. Я тогда на работу. Ты со мной? Не, не, Данечка, у меня там еще дела. Что там, готово все? Ну, конечно, ваше сиятельство, как просили. Ну, хватит, ну, я же извинился, ну, что ты в самом деле, ну. Полина! Вася, что бледный такой? Я, сынок, сейчас жизнь переосмыслил. Что, счет за коммуналку получил? Всякое бывало. Ну, чтоб енот мерещился, такого еще не было. Все, завязывать надо. Какой енот? Ты что несешь? А ты где его видел? Ну, здесь. Ушел. Монте-Кристо мохнатый. Так. Готова? Готова? Угу. Та-дам! Наверное, ты не в курсе, но девушку картинкой на мониторе не удивить уже. Это будет наша первая семейная машина. Машина будущего. Работает на электричестве. А че не троллейбус? Это сейчас вообще самая модная тема. Где? В Силиконовой долине? Ты в окно вообще давно смотрел? Там Воронеж. Хорошо. Какую ты хочешь? Какую? Фантом. Эль, ты мне сама говорила, что нам нужна машина для семьи, а не для полусемьи, то есть для тебя одной. Зато это хотя бы машина, а это полумашина. Вообще ты меня не любишь? Настя, Настя, подожди. Мне сказали, ты увольняешься? Да, по собственному желанию. Подожди, по собственному или декан заставляет? Да какая уже разница, что ж ты кричишь-то? Давай я пойду сейчас с ним поговорю. Ты что? Ни в коем случае. Я даже не думаю. Хочешь, чтобы тебя тоже отчислили? Прости, мне бежать надо. Я позвоню. Настя, я все решу. Обещаю. Ну, то есть ты вот считаешь, что вот это вот нормально сервированный стол, да? Господин прокурор, а не соизволить или слезнуть по пятьдесят с пола, да? Подожди, ты думаешь, это я сделал? Нет, ты просто забыла закрыть форточку, Полина. Сюда вдруг залетел пятибалльный тайфун и снес это все к чертовой матери. Это месть, объясни. Просто скажи. Что за шум? Что такое? Что с ним? Вкусный был портвейн, алкаш. При Союзе? Вот этот вот, идиот. Вот этот, дорогой и коллекционный. Ты его выжрал и специально здесь развел следы бардака, да? Глаза мне смотри! У меня аниби. Я с отцом пил. А здесь форточку, наверное, забыли закрыть. Ветер налетел и разготывал тут все. Все понятно все. Я не хочу больше слушать этот бред. Я лучше Лиду обо всем теперь буду просить. Потому что она единственный, наверное, человек в этом доме, на кого можно положиться. Сынок, я тут подумал, кодироваться буду. Поможешь с клиникой? Ну, в смысле денег. Бать, не надо декодироваться. Енот настоящий. Гришно смеяться над больными людьми. Я тебе клянусь, я бизнес новым учу. Контактный зоопарк. А рысь халявная есть, к ней енота надыбала. Тот гад сбежал. Гад это ты, Леха. Ты же мне всю жизнь под откос чуть не спустил. Таких, как ты, самих в клетке надо держать. Бать, помоги лучше поймать. Поможешь, в долю возьму? Да, вот с этого надо было начинать. Ща изловим. Енот, зверь предскажуемый. Не скажи. Он в портфелье налогался. Тем более. Со мной. Хочешь, чтоб я повлиял на Данилу, и он купил тебе вот этот прыщик на колесах, да? Пап, ну это не прыщик. Угу. Балютер, скоро у вас будет семена. Пойдут дети. Вам нужна надежная семейная машина. А как мой джип? Кстати, берите мой джип? Я его отдам с очень хорошей скидкой. Пап, ну зачем нам твой гелик? Как? У него в багажнике помещается коляска, кроватка, две огромные игрушки в человеческий рост и даже электрокарту с моим прыщиком. Мой мальчик родной. Мама снова петь начала? Да. Да. Это прекрасно. Угу. Да. Зачем вы Настю выгнали? В смысле, Анастасию Павловну, а? А тебе, Иванов, здравствуй. На. Насчет твоего вопроса, Анастасия Павловна решила уйти сама, а я не вправе отказать. А ты почему так возбужден? Ой, да хорош заливать. Все же понимают, что это из-за того косяка в лаборатории. Тогда меня отчислите. Это я ее. Того. В смысле, моя была идея, короче. Слушай, Иванов, не лезь на свое дело, иди лучше учись. Ага. Или вы ее вернете, или я... Или ты что? Скоро призыв, Иванов. Просто подумай об этом. Уже подумал? А что ты решил, что он сюда-то придет? Потому что он после этого дела вообще в спячку впал? К воде он придет. Рано или поздно сушняк его замучит. Вон оно. Обходить надо с подветренными сторонами. Батя, стоять! Ты... Брат, что ты творишь-то, а? Да что под руки-то лезешь-то? Батя, шухер. Ты что это выразился-то, как Леонтьев на голубой огонек, а? Ничего, мы сети проверяют. С собой. Ну, хочешь поймать рыбу? Думай, как рыба. Не взять нам енота без ружья. Леонтьев-то обалдел, что ли? Нам в зоопарке енот нужен, а не чучело енота. Да я не про то. Я про Антохина ружье со снотворным. Для рыси держит. А чего молчишь? Олег Сергеевич, просто на пике формы. Третью партию подряд разрываете меня. Ну, о чем ты хотел Антошу поговорить? У тебя, наверное, очень хорошая новость? Или очень плохая? Олег Сергеевич, ну как поговорить? До третьей закусок. Что же мы с вами не русские люди, что ли? Вот. О, санкционочка поспела. А где Полина? С утра в салоне, небось, да? Хочет затмить на открытии сегодня всех. Не-не, она наверху. Открытие перенесли, разве Антон-то вам не сказал? Нет. Ну, сейчас расскажет. Ты только не ельи, а то и елу-то я тебе сломаю. Батя, у тебя, по ходу, деменция. На что тянет вальд этого мужика? Правильно, на бабу. Енот бухой, а не слепой. Тебе напомнить, кого ты лет двадцать назад с дискотеки в дом притащил? Не надо. Вот так. А эта лиса, красавица. Под портвишок. Самое то. А это какой? Последний штрих. Енот должен понимать, что дама тоже не против. Так, давай в укрытие. Дядь Гамлет, ну скажите хоть вы ей, что электрокар это классный вариант. Ты знаешь, твой вариант хороший, но плохой. Вот где ты его в Воронеже будешь заряжать? Ты что с собой удлинитель возьмешь? Даня, сынок, ты пойми, родной, тебе нужен хороший, крепкий мужской автомобиль. Вот как мой гелик. А кстати, я его тебе отдам с большой скидкой. Предложение хорошее, но… Очень хорошее. Вот ты представь, у него в багажнике помещаются мангал, шампуры, мясо, четыре ящика коньяка, клюшки для гольфа и даже целый кабан, если вдруг ты с бизнес-портёрами пойдешь на охоту. А? Ну что у вас? Праздник какой-то, да? Милана новую песню репетирует. Колыбельную. Орфа. Орфа. Ну что я говорил, вроде к природы не попьешь. Енот на пол шестого. Теперь, как я учил, медленно выдыхай. Нажимаем курок. Нажимаем курок. Нажим. Ты чего тянешь? Бать, да не троги ты под руку. Да уйди. Дай сюда. Дай сюда. Куда? Команда была! Стоять! Партнёр, не партнёр, мне по барабану. Ты деньги брал, с тебя и спрос. Так мы поэтому и хотим, чтобы всё было безупречно, Олег Сергеевич. Короче, Антон, только по дружбе. Даю тебе два дня, но это потолок. Спасибо большое. И смотри мне без глупостей. Да какие глупости, Олег Сергеевич? Вы же меня знаете, всё будет в лучшем виде. Вали его! СССР! Олег Сергеевич, а… Ой! Эль! Ну хватит дуться. Ну ты была права, обойдёмся без этого электрокара. Нам правда нужен более серьёзный автомобиль. Семейный. Да, именно. Поэтому мы возьмём гелик папы! Идиот, ты вообще понимаешь, как ты меня подставил со своим енотом? Он же меня теперь в Магадан на пожижненное закинет! Да что так кипятится-то? Все будет нормально. Нормально? Конечно. Соберем, проводим, придумаем грозную кличку. Да. Гуд ньюс, партнер. Давай, добей меня. Давай. Все в порядке. Запускаемся через два часа, так что давай, звони своему прокурору. В смысле через два часа? Я через два часа не могу, надо переносить, Игорь. Кому? Ты сам попросил, у меня все заряжено, весь перформанс, все артисты, журналисты, у меня мэр. Давай, поторапливайся, а то начнем без тебя. Господи, как же я вас всех ненавижу. А что, если это не мы? А кто? Ах, вот, значит, какой ты у нас красавчик, папа. Решил нам гелик впарить, да? Ты что, с ума сошла? Я никогда свой гелик не продам. Во-первых, он мне два раза жизнь спас, во-вторых, он мне как двоюродный брат. Так, подождите. Вы же нас обоих уговаривали, чтобы мы купили гелик. Дорогой, ты еще не видел, как я уговариваю. А с геликом это был вам урок. Вы же ругались? Вот я вас и сплотил против вселенского зла. Ну, в данном случае меня, понимаешь. И получилось же, вот теперь вы по жизни пойдете вместе, рука об руку. Выбирать машину, дом, там, обои, всегда вместе. И идти на компромисс они к папе. Гамлет, я закончила новую песню. Я сейчас спущусь, оценишь? Милая, я с удовольствием послушаю. Милая, я с удовольствием. Ну, нахлобучила, конечно. Вы что же меня стреляли? Мы? Вы что, граждане прокурорного дома? Никто вас не стрелял, Олег Сергеевич. Вам, возможно, это подчудилось? Что ты лепишь? Я не в своем умеешь. Нет, почему? Енот? Енот. Какой енот? Кто? Где енот? Олег Сергеевич, может быть, лучше врача? Да, действительно, я, наверное, перегрелся. Как вы в таком состоянии появитесь? Открытие-то это же... Какое открытие? Ты же сказал, что сегодня не будет. Так, давайте лучше я врача сейчас... Не-не-не, водички. 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 Ты че творишь? Настю, верни! Она сама уволилась. Это ты ее уволил, потому что она спала со мной. Она... Она уволилась, потому что спала с нами обоими. Чего? Чего слышал? Я тебе говорил, не лезь не в свое дело. А кто с ней действительно не спал, так это профессор Вержбицкий. При чем есть профессор Вержбицкий? Это его машина. А это я заберу, чтоб ты еще что-нибудь не натворил. Пять. Четыре. Три. Два. Один. Пять. Четыре. Три. Два. Один. АПЛОДИСМЕНТЫ Дамы и господа! Нежелатели напитки, диски, шампанское, может быть портвейн? Нет, нету. Перенеси лучше водички. Благодарю. Друзья, ну, как говорят, у успеха много отцов. Поэтому я с радостью хочу поздравить своего партнера Игоря Савицкого. АПЛОДИСМЕНТЫ Но у этого триумфа есть еще один вдохновитель. Этот человек поддерживает меня не только по жизни и в трудные минуты. Самое главное, он терпит мой несносный характер. И хотя наш бизнес находится в виртуальном мире, мы с вами находимся в реальном. Здесь, к сожалению, нельзя нажать на кнопку, сохраниться и начать все заново. Но то, что точно можно сделать, я почему-то уверен, в любой момент сказать человеку, как он тебе дорог. Поэтому давайте в этом реальном мире ценить друг друга. А в виртуальном – рубить бабло! Спасибо. Ради таких извинений можно еще раз поругаться. Ну, давай лучше не будем. А то вряд ли я смогу открывать новый бизнес каждый раз, когда нужно мириться. Ну, я тебя поздравляю с открытием. Спасибо. Привет! Прости, что опоздала? Собеседование в новый вуз задержали. А может, старый декан задержал? В каком смысле? В прямом. Я знаю, что вы спали. Вань, ты выдел, что ли? Ой, все, Надь, хорош. Он сам мне все рассказал. Не знаю, что и зачем он тебе наговорил, но, по-моему, это бред какой-то. Понятно, короче. Я думал, ты хотя бы признаешься. Я… Ты за кого меня держишь? У нас не было ничего с ним. Ну, и считай, что у нас с тобой тоже ничего не было. Вань! Ну, что, партнеры, поздравляю. Отличное открытие. Спасибо, Олег Сергеевич. Дальше больше, то ли еще будет. Как вы можете это пить? Слушай, скажи-ка мне, пожалуйста, а в чем загрузка вообще была? Я не понимаю. Вот утром-то мы его переносим, а… Вот. Чего? Ты до последнего не мог определиться с дизайном кнопки. Это был принципиальный момент. Дизайн кнопки. В этом деле мелочей не бывает. Ты сегодня выбираешь не тот дизайн кнопки, а завтра теряешь миллионы. Ага. С открытием. Спасибо. Данек, хорош уже в ком залипать. Помоги лучше лобовуху на тачку профессора со скидкой найти. Пожалуйста. Боюсь тебя огорчить, но придуркам сбитыми такие скидки не делают. Так что загоняй к нам в салон. У нас и сервис есть. А у придурка сбитый денег на ваш сервис? Нет. Угу. Ну, значит… В этом сервисе и отработаешь? Да ладно. Ты чего меня, типа, на работу берешь? Спасибо, Данек! Брат, спасибо! Да не за что. Мы ж семья. Да конечно. Мы ж семья. Да конечно.